В эфире новости Анапа регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Мы отстаем по графику. Я ставил задачу. Помните, да? До 1 декабря все закончено. Под личный контроль. Глава Анапы проинспектировал ход работ по выполнению программы «Комфортная городская среда». Летилующая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз. Победители курортного Олимпа. В этом году сразу шесть анапских предприятий санаторно-курортной отрасли стали лучшими по итогам престижного конкурса. Вы только посмотрите на ее работу. Я просто потрясена. У творчества нет преград. В Международный день инвалидов люди с ограниченными возможностями здоровья показывают безграничность своих талантов. И начнем с главного. Подготовка курорта к Новому году. Строительство детских садов и новой современной спортивной площадки в станице Благовещенской. Наведение порядка и чистоты на городских улицах. И сроки выполнения программы «Комфортная городская среда». Эти вопросы обсудили на планерном совещании, которое провел глава Анапы. Помимо этого, сегодня стали известны итоги конкурса на лучший проект Анапского дворца бракосочетаний. Подробности в нашем сюжете. Через неделю Анапа должна быть украшена к Новому году. Такие сроки поставил глава перед городскими службами. Главный символ праздника – елку – традиционно поставят на театральной площади, улице Шевченко, пересечении Астраханской и Лермонтова. Помимо этого, теперь зеленая красавица появится и в сквере воинской славы села Супсех. Особое внимание к организации торговли. Это касается и елочных базаров, и реализации пиротехнических изделий. Пиротехникой можно торговать только в стационарных магазинах. Сколько у нас в стационарных магазинах? Вот сейчас обновлять дислокацию будем. Обновляйте дислокацию, готовьтесь. Никакой торговли на улице. Отзадач на краткосрочную перспективу к текущему состоянию дел. В преддверии новогодних праздников одна из основных городских магистралей – Анапское шоссе вся в грязи. Виной тому спецтехника, которая выезжает со стройплощадок с немытыми колесами. Нарушителей штрафуют ГИБДД, да только проблему это не решает. Юрий Поляков поставил задачи. В ситуации разобраться – решение найти. Мне уже чистота в городе. Значит, напрячься всем. И вам, и вам, и вам всем. Чтобы это было оконсолидировано, сделано. И надо. ДПС есть. Занимайтесь, пожалуйста. Это поручение мое. Еще раз увижу. Прямо там вызову. Сами будете оподметать тогда дорогу. До Нового года должны быть достроены новые социальные объекты. В офисе врача общей практики в хуторе Чикон идет внутренняя отделка. Объект в течение 10 дней должен быть сдан под ключ. Близится к завершению работы в спорткомплексе на территории школы номер 21 в станице Анапской. Практически готов детсад Лазурный в Алексеевке. А в Орленке на улице Крымской идет штукатурка стен. Устройство опалубки входа для маломобильных граждан. Прокладка электропроводки. Еще одна хорошая новость. В следующем году Краевой Минсельхоз выделит средства на строительство спортивной площадки в станице Благовещенской. 8 миллионов придут из регионального бюджета. В муниципальной казне необходимо найти средства на софинансирование проекта. Также необходимо ускорить процесс по началу строительства нового ЗАГСа. Было предложено три варианта. Организовано голосование. Сегодня были озвучены итоги. В голосовании приняло участие 2553 человека. Из них 843 человека проголосовали только на сайте. А 1710 голосов было оставлено в социальных сетях. В итоге за проект под номером 1 проголосовал 51% населения. Теперь давайте создадим рабочую группу. Обязательно включим туда директора ЗАГСа. И внутреннюю планировку пусть она нам подскажет, поможет. Проектировщика продолжаем дальше и решаем. А вопрос уже с Иваном Ивановичем Денченко, депутатом Госдумы, который будет нам в этом помогать. Понятно, да? Торопимся. Еще один из вопросов, который находится под особым контролем главы, выполнение программы «Комфортная городская среда». В этом году должно быть благоустроено 6 дворов. Принимать работы по каждому из них Юрий Поляков намерен лично. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. И сегодня же глава города Юрий Поляков сразу после планерного совещания лично проинспектировал ход работ по благоустройству дворовых территорий. В рамках проекта «Комфортная городская среда» сразу несколько жилых массивов обзаведутся детскими площадками, скверами и спортивными тренажерами. Работа подходит к концу, однако у главы возникли вопросы к качеству. Незаконченная работа по укладке тротуарной плитки и отсутствие озеленения. Такая неприглядная картина ждала комиссию на улице космонавтов. Говорить о детской площадке и турниках пока еще рано, но сроки начинают поджимать. Подрядчик не справился со своими обязанностями. Глава города поручил взять этот объект на особый контроль. Меня интересует вот здесь. Мы отстаем по графику. Я ставил задачу. Помните, да? До 1 декабря все закончится. Сегодня какое декабря? Третье. Третье. Работает один человек. ЖКХ Анжела Анатольевна, вы руководители. На контроль этот вопрос. Я не знаю сколько. Два, три, пять дней даю вам. И чтоб все здесь было закончено. По улицам Маяковского и Лермонтова картина совсем другая. Строительные работы полностью завершены. Во дворе появились цветочные клумбы, деревья и кустарники, а дворовый проезд заасфальтирован. Сейчас рабочие устанавливают скамейки, монтируют детские городки и спортивные тренажеры. Обустроили тротуары, подготовили основания для игровых комплексов и на улице Крылова. Свои предложения по благоустройству дворов рассказали и местные жители. Вот, вот. Коляской здесь пройти не могут. Машина не переходит. Конечно, люди. Вот, пешеходный переход. Ну, ограждение поставили, а проход сделаем. Конечно. Люди с колясками идут. Деток из садика водят и в садик. Девушка, даже не переживайте. Хорошо, что вы сказали. Мы сейчас поставим такое ограждение. Еще. Машина не заедет туда. Во время рейда глава города обратил внимание на расширение дороги на улице Крылова. Дорожный знак автобусной остановки оказался скрыт от водителей ветками деревьев. По поручению Юрия Полякова, начальнику отдела по транспорту предстоит проконтролировать состояние всех остановок и устранить недочеты. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Анапа. Регион. Павильон, расположенный между Центром культуры Родины и Казачьим рынком, будет снесен. Сегодня начались работы по его демонтажу. Проводит их сам собственник по решению Анапского городского суда. Сегодня глава Анапы Юрий Поляков поручил своим заместителям Анжелике Базуновой и Эдуарду Балмашеву вместе с главным художником и городскими службами побывать на месте и продумать, как благоустроить этот участок. Накануне в Геленджике состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». В ней принял участие глава Анапы Юрий Поляков и многочисленная делегация, представляющая здравницы нашего курорта. Напомним, мы рассказывали о том, что шесть анапских предприятий получили награды в краевом конкурсе. Подробнее о церемонии в сюжете. Участие в этом конкурсе – дело престижа, а победа почетна. Курортный Олимп сегодня стал своеобразным знаком качества для тех, кто смог на него подняться. И популярность конкурса растет. В этом году поступило вдвое больше заявок на участие, чем в прошлом. И это закономерно. Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края сегодня на подъеме. 16,5 миллионов отдыхающих и туристов уже посетили курорты Краснодарского края. Коллеги, это результат. Это наш курорт. Это наш край. На самом деле, не только житница, но и делающая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз. И за рекорд тоже. В этом году конкурс проходил в 17 номинациях, среди которых были и новые. К примеру, лучший муниципальный пляж. И, кстати, здесь центральный пляж Анапы вошел в тройку лучших на Черноморском побережье. Жюри оценило удачный ребрендинг и создание доступной среды. Все сделали для того, чтобы этот пляж был удобен для всех отдыхающих. И как для обычных граждан, так же и людей с ограниченными возможностями. Потому что у нас очень много приезжает к нам в Анапу людей. От нашего города было подано 38 заявок. Анапские предприятия санаторно-курортной отрасли участвовали в 12 номинациях. В шести из них взяли призовые места. Серебро, как лучшая детская здравница, досталось жемчужине России. За все эти годы многие детские здравницы переформатировались в другие взрослые, мать-детях. Жемчужина, как была детская, она так и остается. В связи с этим сегодня детям надо заниматься. И изюминка жемчужины в том, что она настроена и направлена только на развитие детей. Золото курортного Олимпа досталось отелю «Бетон Брюд» в номинации «Средства размещения» по системе «Все включено». Отелю «Демократия» в категории «Три звезды», а лучшая горничная курорта в Краснодарского края работает в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь». Всего шесть призовых мест, вдвое больше, чем в прошлом году. И потенциал, чтобы улучшить результат, по словам главы Анапы, у нас есть. Сегодня есть курортный сбор, где мы на 30% собрали денег, больше мы запустим эти деньги в благоустройство нашего города. Сегодня отдыхающих у нас на 5% больше, чем в прошлом году. Будем стремиться только к лучшему. Я хочу поблагодарить всех, всех работников курорта с окончанием курортного сезона, с теми номинациями, которые были выиграны. И нужно стремиться к лучшему, и наш курорт Анапский делать еще лучше. И к другим темам. Десятки школьников и студентов изложили цветы к стелле воинской славы, чтобы почтить память безымянных воинов. 52 года назад под стены Кремля в Александровский сад были перевезены останки первого неизвестного солдата. Тогда же зажгли и вечный огонь. 3 декабря стала значимой датой памяти для всей России. День неизвестного солдата был утвержден 4 года назад. Он призван увековечить память, доблесть и подвиг воинов, погибших, защищая родину, но оставшихся безымянными. Управление по делам молодежи, военно-патриотический центр «Радмир», поисковая группа «Черномор», а также Совет ветеранов организовали митинг у стеллы воинской славы. Школьники и студенты почтили память погибших. Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих жизней. Это люди были самого работоспособного, трудоспособного возраста, которые могли внести в народное хозяйство огромные трудовые достижения. Но война унесла более 27 миллионов человеческих жизней. И это видно на примере многих семей. Мемориал погибших воинов на высоком берегу – самый первый анапский памятник неизвестному солдату. За хранение также есть в селе Субсех, поселке Виноградом и хуторе Большой Разнокол. Сейчас поиском останков советских воинов занимается отряд «Черномор». Все делается для того, чтобы нынешняя молодежь, нынешнее поколение, да и в общем население нашей страны не забывало историю, не забывало, что такое вечный огонь, для чего он горит, что такое несение почетной вахты памяти, для чего ребята, молодежь или военнослужащие стоят у могил неизвестного солдата, или у вечного огня, храня непосредственно память тех, кто нас защищал в годы Великой Отечественной войны. В Анапской центральной библиотеке в этот день для школьников провели урок памяти, их подвиги не сотрут года. Действующий военнослужащий Николай Смирнов и руководитель отряда «Черномор» Андрей Коробков рассказали детям, как ведут поисковые работы и восстанавливают имена неизвестных солдат. Кроме того, школьники смогли познакомиться с книгой памяти Краснодарского края. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Накануне наши корреспонденты побывали на выставке работ членов Анапского общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Уникальные картины из бисера, цветов, папье-маше и другие элементы декора украшают не только стены студии, но и дома культуры Анапы и сельских округов. Как создать интересную поделку из подручных материалов в сюжете? Объемные картины из соломки, чесночной шелухи и цветочных гербариев. Такую необычную технику Раиса Степановна в совершенстве освоила на пенсии. Материалы для своих работ художница выращивает сама. Весной обрезает рожь, обрабатывает соломку и вырезает из тонкой пластины необходимые элементы. По словам пенсионерки, идеи приходят спонтанно. Каждая картина эксклюзивная, второй такой не найти. И что немаловажно, материалы обходятся очень дешево. Потратиться придется лишь на качественную рамку и краску. Остальное можно найти в своем доме. Все так сама. Я не училась, с 95-го года я занимаюсь. Пошла на пенсию и увидела в магазине картину, но купить не могла, потому что зарплата была 60 рублей, а она стоила 25 рублей. А мне жить нечем, семья, муж. И вот случайно нашла соломинку на дороге. Она золотая, желтая, это белая. Это белая, она такая и будет белая. А желтая, темно-зеленые листья. Я просто ими восхищаюсь. В Краснодар возили ее работы тоже. Вот. Она делает в основном из соломки. У меня ничего не пропадает. Из луковых перьев, из чеснока, из мимоза букет засох. Она его приспособила. Вы только посмотрите на ее работу. Я просто потрясена. Как говорит руководитель клуба, все участники – настоящие художники. Композиции из искусственных фруктов, яркие цветы из бисера и даже картины из яичной скорлупы. На первый взгляд ты не скажешь, что из этого можно сделать элемент декора. А эти картины вышиты буквально одной левой рукой. Невзирая на осложнения, после инсультов рукодельница продолжает создавать произведения искусства. Как отмечают сами члены клуба, у людей с ограниченными возможностями здоровья нет границ в творчестве. Студия психологической разгрузки в Анапском обществе инвалидов работает по выходным дням. Участники общаются, обмениваются идеями и организуют выставки своих работ. Наша организация занимается благотворительной деятельностью в отношении своих членов – инвалидов труда, детства, профессиональных заболеваний и инвалидов трудового фронта в годы войны. В этом году общество инвалидов отметило юбилей – 30 лет. В эту организацию входит более 2000 человек. Каждые пять лет общество проводит конференцию, чтобы рассказать о проделанной работе. Регулярно организуют экскурсии, культурно-массовые мероприятия и вечера отдыха совместно с ДК «Молодежный». Сейчас они готовят к празднику, посвященному Международному дню инвалида, тематические выставки и подарки для членов клуба. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Ежегодно 1 декабря отмечается день борьбы со СПИДом. В рамках этой даты традиционно проходит легкоатлетический пробег «Беги со мной», в котором принимают участие школьники и студенты Анапы. Традиционный марафон стартовал от санатория «Русь». Финишировать легкоатлеты должны были на театральной площади. В этот раз в спортивном мероприятии приняло участие более 100 человек. Несмотря на дождливую погоду, молодежь Анапы по собственной инициативе перешла на забег. Организаторами стало Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Радмир». Мы очень рады, что ребята активно приходят, и сегодня много заявок на пробежку, поэтому я думаю, что все-таки молодежь Анапы стремится к здоровому образу жизни, ведь это нас радует. Мы все за спорт, все за ЗОЖ. Маршрут пробега прошел по набережной и улице Горького. Всего участники преодолели чуть более двух километров. Завершился марафон на театральной площади. Накануне перед забегом сотрудники Управления по делам молодежи провели фотоконкурс на тему здорового образа жизни. Здесь же прошла церемония награждения. Депутат Совета Алексей Аксенов и чемпион мира по тяжелой атлетике Олег Чен поздравили победителей конкурса и вручили им ценные призы. Я очень рад видеть спортивную молодежь Анапы и хочу вам пожелать побед не только в спортивных, но и в жизни. И мы за здоровый образ жизни и на вас будет равняться будущее поколение. Я занимаюсь сама активно спортом и думаю, что это для меня такая маленькая победа и начало моего спорта. Вот. Ощущения у меня были просто потрясные. Мне все очень понравилось. Спасибо большое. В завершение мероприятия аниматоры провели масштабную гимнастику, в которой смогли принять участие как участники забега, так и все желающие, которые поддерживают здоровый образ жизни. Руслан Душевский, Анапа. Регионы. В станице Гостогаевской на базе спортивной школы номер 6 накануне прошли соревнования на первенство Анапского района по самбо среди юношей 12 и 17 лет. В них приняло участие 14 команд, более 180 человек. Первое место завоевала сборная станицы Анапской. Второе – хутор Усатого балка. Третье – у хозяев соревнований команды Гостогаевской. Отметим, что самбо внесено в число трех видов спорта, которые получили временное признание Международного Олимпийского комитета. Это позволит в будущем войти этому виду спорта в Олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование. Это решение было принято на заседание Олимпийского комитета на прошлой неделе. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурова. 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова